Доброе солнечное утро! Прекрасная погода! У нас плюс 2, ночью было где-то минус 1 и все подморозилось, теперь нет такой грязи. Мы начинаем новый день, начинаем новый влог. Димчик уже в садике, мы с Сонькой здесь на хозяйстве. Спрашивали по поводу Сониного сна, мне кажется темновато, да? Вот так вот. По поводу Сониного сна, ну что я могу сказать? Соня спит, бывает она спит всю ночь, ну точнее не всю ночь, просыпается 1-2 раза. Вот сегодня она встала в 12, в час, в 2, потом пол третьего где-то и в 5, то есть 4 раза где-то она встала, поэтому, ну как бы так, знаете, по-разному. Очень зависит от погоды, очень сильно. Так, я достала рыбку, размораживаю стейк, это у нас форель, буду солить, неудобно. Что такое? У тебя вода закончилась? Пила-пила и что? Она точно закончилась. Сейчас налью водички, Мишеля. Сейчас я помою мышку, что уже Соня накидала туда ей. Вот, не очень удобно так солить. Сейчас, подождите, подождите. Ой. Ну все, вот что значит, рукой неудобно. Сейчас быстренько все вытрем. Так. Мышь, ты где? Я же тебе уже ставлю. Иди, Мишеля, свеженькой водички, иди пей. Точно, вот она знает четко, что она хочет пить, есть. Точно. Вот, короче, вот рыбку такими стейками не очень удобно морозить. Лучше оставлять вот такой вот кусок один и напополам. Тогда она лучше, ее лучше резать, удобнее будет. Просаливается она хорошо. Ну, в принципе, и так, и так просаливается. Но потом кусочки получаются красивее, когда вот таким вот целым куском идет. Вот, поэтому вот вам на заметочку. Потому что я один раз попробовала, думаю, ради интереса. И как обычно так нарезала, неудобно. Ставлю сейчас компот. У меня там виноград. Компот получается очень вкусный. Такой, знаете, наваристый. Так, Соня, ты даже не думай туда идти. Нет, нельзя трогать воду. Поздоровайте, скажи привет. Что такое? Нахмурилась. Пошли переодеваться. Умываться. Да, тут и грязная. Да, пойдем. Так, красавица. Только вроде бы ползала. Ну, только ползала моя девочка. Ты умничка. Сейчас уже все знает, что надо делать. Давай. Нет, вентилятор другой. Вот так. И так. Нет, включай свет. Оп, все, давай. Сейчас будем зубки чистить, да? Тык, 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 тык. Молодец. Тык, тык. Мы кушали еще грязно, еще не умыла ее. Соня, рукавчики. Закатывай рукавчики. Давай, будем ручки мыть. Давай, закатывай рукавчики. Смотрим. Главное, не в рот. До сих пор все в рот тащит. Поставили мы вчера вот такую вот защиту на наш комод. Здесь, который у нас при входе стоит. У меня, кстати, девочки, у меня так что-то разболелась нога. Вот пока хожу нормально. Как только спускаюсь по лестнице, такая дикая боль. Вчера гуляли. И все. И я не могла дойти до дома. Очень сильно болит нога. Надо, короче, у меня к врачу уехать. Так, это Димкины часы. В общем, вот так вот у нас защита. Там у нас аптечка. И раньше скотчем я клеила, чтобы Соня не оторвала. А сейчас такая защита, что самим даже тяжело открыть. Это икеевская защита. Вот. Тут у нас, в общем, всякая-всячина, такая ерунда. А здесь у нас аптечка. Здесь у нас полотенце. Вот так вот сложены все. Очень удобно, что здесь при входе сразу можно на первый, на второй этаж отнести полотенце. И в ванну. В общем, у нас все белые полотенца. Это с Василька. Я очень довольна. Они мне очень нравятся. Это банны, это такие поменьше. А это совсем маленькие. Ну, мне что-то не очень маленькими удобно, но все равно. А здесь у нас вот такие вот шапки, перчатки. В общем, здесь удобно. Дети сами могут сложить. О, начинается. Поэтому очень удобно. Раньше здесь у нас стояло, но все время мне приходило шапки складывать. А теперь вот... Да, Соня? Ну, понятно. Это любительница папаных кепок. А это не та кепка, да? Не твоя любимая. Мишелька. Буковки там, да. Мишелька пришла. Мишелька. Мишелька, Мишелька, Вермишелька. Пойдемте, мама кофе будет допивать. Ну, красивая девочка. Ну, красота. Ну, класс. 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 У нас сегодня шикарная погода, поэтому я сегодня перестирую все постельное белье. Наше, детское. И это у меня получается уже четвертая стирка, потому что я разделяю пододеяльник наш большой. Я его стираю отдельно всегда. Вот. И вот такой вот у меня кондиционер от Фаберлик. Вот этот вот детский от 0+. Мне он очень нравится. Когда у меня... Вы знаете, да, этот кондиционер нужно разбавлять с водой. Когда у меня остается только половина, я добавляю прямо сюда воду. И очень удобно, чтобы не заморачиваться с этой водой. Так что это очень удобно. Кто пользуется таким же Фаберликом, имейте в виду, что можно так и делать. Вот такой вот инжир я купила. Он очень вкусный. Покупала я у нас в магазине на Бородинах. Кто знает, солнечный. Кто может быть, Симферополь. Вот такой вот. Я думаю, может быть, и в других магазинах он есть. Я, если честно, никогда внимания не обращала. Он... Тут полкилограмма. Он очень вкусный. И он не сладкий. Знаете, бывает, что прям приторно-сладкий. Нет, видите, какой вот он большой. И очень такой, очень вкусный. И не сладкий. То есть вы едите прям... Вот правда. Я не очень люблю все сладкое. Поэтому это прям очень вкусно. И с кофе, и с чаем. Вот даже с кофе. Знаете, прям вот с удовольствием. Поэтому, если вы увидите, то обратите внимание. Очень вкусно. Ну, спрашивайте, когда будем мышку стричь. Ну, это, в принципе, ее как бы... Вообще, вот так вот их, в принципе, и стригут. Мы просто... Да. Мы просто стрижем ее всегда покороче. Вот. Потому что она быстро зарастает. И гуляет на улице. Мышка. Вот. Поэтому пока, как бы, ей комфортно. Пока не будем подстригать. Подзарастет, когда уже будут лапы долго сохнуть. Тогда это... Соня, зачем ты разобрала дорогу? Ага, Сонь. Ну, еще постиралась. Еще одна стирка. Да? Ты моя красавица. Так, ладно. У меня сушатся. Все мои веревки заняты. Вот такая сушилка стоит. Занята вообще красота. Вот на солнышке. Я не на радусь. Если честно, солнышку. Прям вот душа радуется. Тепло дома. Вообще красота. Солнышко припекает. Прям можно загорать. Мы пришли домой. И я купила морковки. Буду опять делать морковку по-корейски. Очень быстро. Очень вкусно. Вот, правда, выручает. Еще хотелось засолить капусту. Но капуста была такая, знаете, очень жесткая. Поэтому я не стала покупать. Нужно будет посмотреть потом нормальную капусту. А морковка готовится буквально там за сутки. Даже меньше. Уже даже если вы днем сделаете, на вечер ее уже можно, в принципе, есть. Поэтому я сделаю. Но попозже. Но сейчас займусь ногтями. Ногти я сняла. Вот. Поэтому сейчас хочу, наверное, сделать какой-нибудь нюдовый оттенок. Наверное. Потому что давно уже хожу с красным. Прям много раз подряд делала. Хотя мне он очень нравится. Но что-то хочу другое. Вы все время просите у меня сделать маникюр на камеру. Девочки, я правда не буду делать. Во-первых, это занимает очень много времени. Нужно рассказать, показать. Плюс я не специалист. Я делаю сама. На YouTube есть очень много видео, где девчонки делают, показывают. Именно специалисты в этом. Я не хочу. Не хочу потом читать комментарии, что ты там не так делаешь. Еще что-то. Поэтому не буду ничего показывать. Покажу вам лампу, потому что вы спрашиваете. Лампу я заказывала на Алиэкспресс. Я сейчас вам покажу. Вот такая вот лампа. Не знаю, что еще. Она вот такая вот небольшая, маленькая. Очень удобно. К ней такой вот шнур идет. На 30-60 секунд. До этого у меня была лампа, которая шла на 2 минуты. Это было очень неудобно. А ты полдня просто тратил на то, чтобы просушить каждый ноготь. Поэтому здесь очень удобно. Единственное, что я сушу вот так вот. Сначала 4 пальца, и потом один вот так вот сушу. Потому что если вот так сушить, вот этот ноготь плохо просушивается. Поэтому сначала вот так, а потом вот так. Все. Обязательно у меня вот такой укрепитель от Саломея. Все. Заказываю на Валберис. Кроме лампы я заказывала давно уже на Алиэкспресс. Не знаю, есть такие или нет. Поэтому ничего вам сказать не могу. Лаки. Такие вот у меня. Такое, наверное, сделаю себе розовое. И все. Все. В общем, девочки, у меня времени мало. Надо срочно хотя бы одну руку сделать. Я иногда делаю, вот правда, в 3 захода. Один заход я снимаю. Один заход одна рука. Второй заход вторая рука. По-другому, ну, сами понимаете, никак. Все. Такой вот у меня нюдовый, вообще нейтральный просто получились ногти. Я не люблю такое. Ну, ладно. Это у меня, получается, цвет. Вот это 0,10. Ну, я, конечно, на моих бледных руках, мне кажется, смотрится лучше, когда у меня яркие ногти. Девочки, помните, мне Икея приходила? Я вам хочу показать вот такие вот контейнеры. Не фокусируют у меня. Я сюда пересыпала соль. Манка у меня здесь. Они прям маленькие такие. Тут литр. Они маленькие. И очень удобно. Видите, у меня здесь все стало. Вот такие вот тоже. Сюда я положила соду и крахмал. Видите, они один на один стоят. Это, на самом деле, очень удобно. Видите, как экономит пространство. И смотрятся они хорошо. Так. Это Икея 365. И тут у меня еще место осталось под крупы, под специи. Это у меня специи, которые не открыты. Это мой запас специи. И здесь у меня еще, видите, вот так у меня, когда макароны остаются, я вот так вот в пакетик и оставляю. Здесь у меня еще шиповник. Шиповник покупали. Варили компот. Тоже очень вкусный. И я не пересыпаю макароны. Такие вот лотки. Здесь у меня тут рис, гречка. Ну, такой, знаете, про запас. Паутинка на супчик. И что у меня там еще? И каша, короче, как она называется? Овсянка. Вот, забыла. Сто лет ее не ели. Вот. Поэтому я не пересыпаю макароны. Мне удобнее вот так вот. Хоп. И все. Оно занимает меньше места, чем каждый раз пересыпать. Потом это все мыть, протирать. В общем, мне не нравится. Поэтому, в общем, я вот так вот. В общем, вот так вот у меня получилось на кухне. В принципе, я довольна. И еще два контейнера. У меня, видите, это детские завтраки. Вот эти Несквик шоколадный. Тоже когда-никогда Димка ест, но он не особо их любит. Купили, вот стоит. И здесь у меня мюсли. Здесь совсем чуть-чуть осталось. Вот. А это, которые большие контейнеры. Они, по-моему, идут 2,3 литра. Видите, здесь у меня панировочные сухари. И сушки чуть-чуть осталось. Вот. Я тут переорганизовала немножко пространство под раковиной. У меня, помните, вот такие вот контейнеры стояли друг на друге. Вот. Я их решила поставить рядышком. Да, Сонь. И, в общем, вот так вот сверху поставила то, чем я пользуюсь. В общем, мне теперь так удобно. Два контейнера. И здесь у меня средство для посудомойки сразу же стоит. Сонь. Ну, вы поняли. Тут как бы без помощницы не обойдется. И, видите, этот шланг, он все время вот такой вот грязный. То есть, где-то его раз в 2 недели надо точно снимать и мыть. Я его сейчас сниму и помою прям с доместа сам под кипятком. Кипятком залью туда. Все хорошенько промою. Он моется очень быстро, очень просто. Ну, и надо постоянно... Не знаю, как у вас, но он у меня постоянно грязнится. Я вот, если честно, не помню, как у нас было в квартире. Мне кажется, такого вот не было. Ну, в общем, вот так вот я все сложила. Там тряпочки, губочки, в общем. Вот так вот получилось у меня. И теперь мне места больше. Мне теперь так все намного удобней. У нас тут вышло солнце. Я по-быстрому хочу помыть холодильник. Ну, так вот сверху буквально, потому что пятна. Ручки. На ручках пятна. Просто, знаете, протереть его. Не внутри. Вот такая вот у меня микрофибровая тряпочка. Вот оранжевая. Она просто классная. У меня их очень много. Я покупала их сразу много. Она прям идеально все вычищает. А средство я свое, видите, ему осталось немножко. Это уксус, водка и вода. Такой вот штуки. Мне давно уже подписчиков моя советовала. Прям, ну, не знаю, сколько вот этому средству. Давно я уже, в общем, его делала. Периодически им пользуюсь. Вообще, хочу такое же средство отнести на второй этаж, чтобы мне было и там, и там. Вот прям им попшикал, и все, и вперед. И оно прям хорошо все это дело оттирается, без химии. Хотя я очень люблю майны-либо. Там тоже такой приятный аромат. Вот, сейчас быстренько все протру. Вот эту и вот эту. Часть тоже слова Димкины висят. В общем, не можем мы без, скажите мне, без календариков, без всяких магнитиков, ручки. Видно? Грязные, видите? В общем, солнышко и все-все теперь стало видно. Видите, резинка, потому что вечно хватаешься руками. Сейчас этим средством быстренько все, вот эта губочка, она все хорошо протирается. А мы приехали за Димчиком, да? Идем? Вот Димка у нас обрадуется, да? То есть сидишь, тебя же застегну и пойдем. К Диме идем? Пока. Пока? Идем к братика забирать. Братик закрывай. Все, готово? Все, пошли. Пошли за Димой. Ну что, мы приехали, кого мы забрали, Димчик? Димочка, забрали, мы уже дома. Я хочу себе машину купить в коврик, и тогда можно будет ставить камеру, и можно будет тогда общаться. Сонька у нас сточит. Вкусно? Не захотела ехать в машине. Захотела сидеть за рулем, да, Сонь? Кушай. Надо кресло назад поставить, да? Чтобы Димчику не скучно было. Все, мы дома. Слушайте, у нас такая прекрасная погода. Вообще солнце. Ой, солнце. Очень здорово прям. Мы еще погуляем немножко во дворе. Да, ребят? Дим, давай, заканчивай. Надо сейчас снять все вещи. Мы без коляски. Если была бы коляска, можно было бы еще немножко погулять. Без коляски, конечно, сложно с ней. Но ничего. И еще я взяла бутылку. Мне даже пить. Думаю, возьму себе попить. Это Димчика бутылка. Это бутылка Топпер В. Я все-таки хочу себе заказать термокружку в машину. Туда хотя бы наливать чай или кофе. Или там, в общем, мне нужна машина, чтобы стояла здесь кружка. Надо мне поискать. И закажу себе. Все. Погнали домой. Дим, заканчивай. Надо папе позвонить. Чтобы он не переживал. Он уже дома. Ребята, хотела спросить, кто у нас садовод-любитель, у кого частный дом. Вообще, может быть, дача. Кто увлекается посадками. Напишите мне, пожалуйста, сейчас, что нужно сажать. Какие цветы. Вот там тюльпаны, например. Когда их нужно сажать? Сейчас? Или попозже? Какие цветы, чтобы можно было... С которыми я хотела петуни посадить. Но еще в прошлом году спрашивала. Мне сказали, что с ними очень сложно. Нужно их выращивать. В общем, такое мне, знаете, чтобы семена вот посеял, и оно мне взошло. В общем, напишите мне, пожалуйста, какие цветы, когда, в общем, надо сажать. Если есть возможность, скиньте мне, пожалуйста, в инстаграм с картинками, чтобы я имела, ну, так, общее представление. Чтобы не сильно заморачиваться. И где можно сажать? В тени или на солнце? Если там вот солнце, например, целый день, на заднем дворе, на солнце целый день. Поэтому можно ли туда сажать или нет? В общем, напишите мне. Потому что, как бы, уже февраль заканчивается. Я так понимаю, что уже надо что-то начинать. У меня, как бы, как такового огорода нет и не будет. А какие-то вот бы цветочки я бы именно посеяла. Знаете, что просто для красоты, чтобы глаз радовал, не более. В общем, пишите мне, пожалуйста, потому что я в этом вообще ничего не понимаю. Вообще, для меня это вообще темный лес. Вот. Поэтому буду вас ждать внизу в комментариях. А если есть возможность, то лучше, конечно, в Инстаграм писать. Потому что там мне, как бы, я там всегда отвечаю. Потому что на Ютубе очень часто комментарии пропадают. Они куда-то уходят в спам. Хотя, там, знаете, если какие-то ссылки бывают, оставляете, все комментарии уходят в спам. Вот. Поэтому... Так вот, поднялась на второй этаж, нога разболелась. Вот. Ладно. Буду заканчивать уже, наверное. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что пишите комментарии. Очень приятно. Завтра новый день, новый влог. Вы просите неделю влогов. Я не знаю даже, есть смысл делать или нет смысла. Как бы ничего особо не происходит. Мне кажется, все одно и то же. В общем, тоже пишите, делать неделю влогов или нет. Вот. Все. Иду смывать макияж. И в душ. Всем пока-пока.